Приветствую вас. Эльвира, по личным границам я могу сказать так, что условно, личные границы это определенные рамки контакта, то есть рамки контакта с другими людьми, и неважно, какого контакта, то есть это может быть контакт вербальный, это может быть контакт невербальный, это может быть контакт, соответственно, общения, это может быть контакт рабочий, это может быть абсолютно все виды взаимодействия между людьми, и вот у этого взаимодействия всегда есть рамки, и вот именно эти самые границы, эти самые рамки и являются тем, что в психологии называется границами лично. Ну, писал об этом подробно, ну, один из первых, кто обратил на это внимание, это Фредерик Перлст, вот Фридс Перлст, еще у него есть другое имя. Вы можете, конечно, почитать, но я бы не рекомендовал там в литературе написано, для психологов и для клиентов. В определенный момент взаимодействия, в определенный момент реализации контакта у человека по разным причинам может появляться, ну, скажем так, недовольство контактом, желание отдалиться или, наоборот, желание приблизиться, сблизиться. Вот. Ну, желание сблизиться и границы, так сказать, сделать более прозрачными, более мягкими, не так актуально, как, наверное, необходимость как раз таки отдалиться и отстранить. Здесь в вопросе тенденции отстранения в контакте очень важна субъективная страна данного процесса, потому что субъективные причины для подобных моментов могут быть равными. Могут быть моменты, когда человек, как, допустим, чувствует себя негативно. То есть, ну, просто, вот, ему, плохо просто. А вот, то есть, человек становится неприятно, когда происходит, вот, ну, то, что называется нарушением, да, границ. И бывает, когда то, что происходит с человеком является предметом не соответствия его ценностям, когда лично человека не задевает то, что происходит, у него контакты с другим именно лично не задевает, но при этом нарушаются определенные ценности. И в рамках этих ценностей контакты становятся невозможными. В принципе, и то, и другое, значит, являются регуляторами границ контакта. Но первый регулятор, когда человек становится неприятным, является, ну, скажем так, следствием внутренних проблем человека, психологических защит, стереотипов, интроекций, страхов, различного рода рэкетных, то есть, негативных, переживаний. Соответственно, личные границы здесь становятся костными, жесткими, неадекватными под задачу человека и в итоге наносят только вред. Поэтому очень важно, например, понимать, что, к примеру, человек, образно говоря, которого называют ханшой, это далеко не всегда человек, который не хочет говорить о интимной стороне жизни людей по причине того, что считает это чем-то таким вот, ну, ненужным, да, для обсуждения. Это могут быть их совсем другие причины, что делает человека, конечно, не конкуруентным, не аутентичным и, соответственно, не дает ему раскрыть свой потенциал, создавая некоторые препятствия, иногда достаточно серьезные для невротических образований. Личными границами также являются и определенные правила, которые человек может себе сам составить, для того, чтобы не принимать порой тяжелых, порой выматывающих решений по конкретным, ну, по конкретным ситуациям, скажем так. Например, личными границами могут проявиться в четкости позиций по долгу, в четкости позиций по взятию кредита, в четкости позиций по, допустим, поведению связанного с экстремальными ситуациями, с поведением связанных с ситуацией выполнения социального общественного долга гражданского, когда, например, человек для себя решает, что ему делать, вступят ли ему между двумя дерущимися людьми или нет, защищать ли ему чью-то сторону, как первый человек считает правой, правильной, да, или нет в конфликте. Личные границы здесь позволяют человеку чувствовать себя более защищенным по причине наличия у него четких правил, который он применяет в конкретной ситуации в соответствии со своими приоритетами и выбором, тем самым позволяя ему более спокойно, более адекватно реагировать на ситуации. различные. Вот. Ну, нужно понимать, что подобные правила не создаются из воздуха. подобные правила могут быть как живыми, так и мертвыми, как моими, так и чужими, как естественными, так и неестественными. Правила также могут меняться и трансформироваться, совершенствоваться и так далее. То есть это не какая-то такая постоянная величина. К примеру, если человек был мясоедом, после чего он перестал употреблять мясные продукты, личные границы такого человека в контексте правил безусловно меняются и происходит какое-то изменение. Хотя это совершенно не значит, что какие-то глобальные ценности человека или его отношение к людям меняются. Вот. То есть нужно понимать, что границы выполняют, в общем-то, функцию сохранности я человека. Вот. И в позитивном своем смысле личные границы нужны для того, чтобы сохранить индивидуальность человека. Насколько важно найти личные границы, как решает сам, это зависит порой от цели и направленности человека. Такая, если человек, в общем-то, хочет быть идеальным, идеальным социальным индивидом, то, наверное, личные границы находить не так важно, если человек хочет выполнять какой-то такой вот, можно сказать, социальный запрос. Вот. То есть если человек сознательный, готов отказаться от своей свободы и, значит, выбрать, скажем так, растворение в других людях. Если же человек хочет быть собой, если человек хочет продвигать свои интересы, продвигать свои желания быть целым удовлетворенным и максимально независимым от других людей, то в таком случае личные границы найти очень важно и необходимо. Значит, насколько важно не дать их нарушать нарушить другим людям? Ну, опять же, нарушая личные границы, когда другие люди нарушают личные границы, они посягают на целостность личности, на целостность индивидуальности человека. Другой вопрос, что нарушение личных границ не всегда является угрозой этим самым личным границам. Точнее, практически никогда за исключением, наверное, клеветы, то есть распространения заведомо ложной информации, негативной, в целях опорочить человека. И за исключением нанесения физического или имущественного вреда. В остальном, нарушение личных границ человека без его активного участия в этом невозможно. Другой вопрос, что человеку может быть неприятно, когда его личные границы нарушают. В случае именно ощущения того, что это неприятно, не ощущение несоответствия ценностям, а немножко другое и предполагает более гибкое поведение. А именно ощущение неприятного, ощущение агрессии, страха, болезненности и так далее. Вот, надо таких сильных чувств, как ненависти. Вот. И очень важно, что человек не способен нарушить личные границы другого человека без активного участия в этом, того, чьи личные границы нарушал. Нарушение личных границ связано с внутренним диссоциативным согласием человека, личные границы, которые были нарушены, с тем, что эти самые личные границы нарушаются. Агрессия, страх, ненависть и прочее являются лишь подтверждением этого. И не защищают по факту, как нужно, эти самые личные границы. Вообще, вопрос, насколько важно не дать нарушить личные границы другим людям, насколько важно не дать нарушить, выглядит немного странно, потому что каждый это определяет сам. Но вообще важно для, наверное, всех людей, у кого, значит, есть определенные цели, для которых личные границы важны. Вот. Каким образом это делают? Ну, с собой самые разные. Если мы говорим о способах против нарушения личных границ, упомянутых мной в качестве исключения, то здесь исключительно физические действия необходимы. Или действия какого-то другого характера, потому что, ну, совершенно очевидно, что если человек пытается причинить ущерб, вот, физический или материальный, а также пытается нанести откровенный вид морального вреда, такой как распространение клевета в уход, то это, собственно, не просто так является уголовным, ну, уголовно наказуемым преступлением. Вот. В вопросах же, касающихся всех остальных нарушений личных границ, достаточно просто не включаться в эти самые нарушения личных границ, то есть не ввести себя так, как будто ваши личные границы были нарушены. Зачастую этого вполне достаточно. О чем идет речь? Если человек нарушает личные границы, говоря вам какие-то вещи, реализовывая определенное поведение, вам необходимо вести себя так, как будто этого поведения, которое, по вашему мнению, не вписывается в личные границы, не существует. Конечно, война садиктивная, форма, да, если вас это заставляет, да, совсем не то же самое, если вы, например, считаете, что, ну, поведение человека не соответствует вашим представленным оценкам, оценкам. Вот. Ну и существуют, в общем и целом, техники без конфликтного общения, техники амортизации, вот, и так далее. Всему этому, в принципе, можно обучиться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.